Давно ли вы в последний раз были в Беларуси? Или уже находитесь там? В любом случае стоит подготовиться. Привет, меня зовут Энира, и это цикл видеороликов правозащитной организации Human Constant, посвященных легализации иностранцев в Беларуси. Если вы смотрите этот ролик, видимо, вам нужна консультация, и мы хотим вам с этим помочь. Сегодня я расскажу вам про особенности регистрации иностранцев. Вы приехали в Беларусь. Что дальше? Итак, первое – пребывание. Сначала разберемся в понятиях. Иностранцы могут, первое – временно пребывать, второе – постоянно или временно проживать в Республике Беларусь. Что это значит? Временное пребывание – это пребывание на время срока действия визы, либо на определенный срок, если вы приехали по безвизу. Временное проживание – это разрешение проживать в стране, которая выдается не более чем на один год, и с возможностью продления до двух лет для высококвалифицированных специалистов. Временное проживание дают обычно тем, кто учится, имеет собственное жилье или работает, кто подал заявление на гражданство, защиту, либо тем, у кого есть родственники белорусы или супруги с белорусским видом нажительства. Как правило, такой документ оформляют те иностранцы, кто не имеет оснований для получения вида нажительства. Что касается постоянного проживания, это разрешение проживать в стране практически с полным спектром прав и обязательств, что и у граждан Беларуси, на основании которого вам выдают вид нажительства. Если вы приезжаете меньше чем на 10 дней, просто наслаждайтесь Беларусью и ни о чем не думайте. У тех, кто планирует находиться здесь дольше, должна быть регистрация. После прибытия в страну необходимо в течение 10 дней зарегистрироваться в отделе по гражданству и миграции, в АГИМе, по месту проживания или онлайн. Если вы остановились в гостинице, хостеле, агроусадьбе, вообще ни о чем не беспокойтесь. Там за вас все сделают сами. Что касается граждан Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана и Арабских Эмиратов, то они могут находиться в Беларуси без регистрации в течение 30 дней, а граждане России – 90 дней. Во всех остальных случаях регистрация обязательна, а несоблюдение ее сроков может привести к штрафу до 50 базовых величин или даже депортации. Далее, шаг номер два. Как оформить регистрацию? Если онлайн-регистрация вам не подходит по каким-либо причинам, вы должны лично обратиться с заявлением в АГИМ по месту вашего фактического проживания. В заявлении указывается адрес и собственник жилья, где вы находитесь. К заявлению должно прилагаться первое – миграционная карта, если при въезде в Беларусь вы ее заполняли. Второе – страховой полис, кроме граждан Армении, России, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Туркменистана. Третье – квитанция об оплате государственной пошлины. Также иногда могут попросить договоры аренды, если вы арендуете жилье или документы о родстве, если живете у родственников. Если вы все же хотите остаться дольше, то придется оформлять разрешение на временное проживание или вид на жительство. Итак, следующее, что необходимо знать, если хотите задержаться в Беларуси – как продлить регистрацию. Если вам нужно продлить вашу регистрацию, например, вы лечитесь, женитесь, вступаете в наследство, оформляете разрешение на ВНЖ или ПМЖ в Беларуси, то вы должны заранее обратиться в АГИН с заявлением о продлении срока временного пребывания в пределах 90 суток в календарном году. Также ваша регистрация может быть продлена на срок более 90 дней в году, если вы тяжело заболели, произошло стихийное бедствие или другая ситуация СОС, и вы не можете уехать. При подаче документов на получение разрешения на временное или постоянное проживание срок временного пребывания продлевается до окончания процедуры их рассмотрения. Если вы являетесь жертвой торговли людьми или свидетелем по делу о торговле людьми или незаконной миграции, срок временного пребывания продлевается до вынесения приговора. В вашем заявлении вы должны указать обстоятельства, в связи с которыми вы просите продлить срок временного пребывания, срок продления, а также подтверждение того, что человек, у которого вы живете, в курсе продления вашей регистрации. К заявлению необходимо приложить документы. Документ для выезда за границу, страховой полис, документ, подтверждающий необходимость продления срока временного пребывания, квитанция об оплате. В случае положительного решения регистрация продлевается. Если вам отказали, то вы можете обжаловать решение в суде. Если у вас еще остались вопросы, вы можете обратиться в нашу общественную приемную по электронной почте или по телефону. Мы продолжим информировать вас про то, как легально находиться в Беларуси. Более детальную информацию о регистрации иностранцев в Беларуси вы можете найти на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал и страницы в соцсетях. Удачи!